Мы продолжаем битву с мастерами, к сожалению. Нет, ничего не продолжаем, Кирилл вас обманывает, дорогие языки. Очень тяжело находить людей на Часкоме, стителованных людей на Часкоме. Да, вот мы недавно столкнулись с еще одной причиной, почему все-таки лучше играть с титлованными. Если у тебя титул, значит ты реальный мастер, а реальный мастер, скорее всего, не будет читерить. Да, записывали мы тут полчасовое видео с итальянцем. Да, а потом оказалось, что он не итальянец и играет не сам. Но мы надеемся и верим, что наконец-то мы найдем когда-нибудь титулованного гроссмейстера или какого-нибудь Джабау, например, и отвозим его в этой рубрике. Ну или просто нам сурбит флаг, включение швейцарского интернета. В общем, все как обычно. Ну а сейчас мы играем с человеком с рейтингом по 2-300 на Часкоме, и это 100% не программа. Да, абсолютно точно. И мы сыграли в волжский гамбит и получили худшую позицию, которая меня совершенно не устраивает. И все в этом роде. Ну а в чем идея отечественных гамбитов? Я считаю, что отечественные гамбиты в шахматах это как отечественный автоплан. Мягко говоря, не плещет. Я снова тебя не слышу, Крилл, к сожалению. А я вот тебя слышу так с перебоями. Ну пока Никита отсутствует временно, попробую вас поразвлекать чуть-чуть. Что-то здесь творилось. Какой-нибудь каким-то образом. Ну не каким-то, а через пункт С2 перемустился на сладкую клеточку на Д4. Клеточка-то сладкая весьма относительная. Сейчас его начнут оттуда выкроивать, а уходить ему особо некуда. В общем, по-моему, белые довольно удачно перестроились. И может быть, борются за клеточку здесь. Может быть, и нет. Не знаю точно. Может быть, в какой-то момент уже пойти Е5. А нет, сначала побить, а потом пойти Е5, да. Не игнорируйте мои подсказки. Извините, будем играть Энчпель без пешки. Как и положено в Орскому гамбиту, собственно. Да. Ничего страшного. Отдают на воде пешку. И будет ничья, я чувствую. Чувствую, что будет ничья. Да, ну чуть-чуть лучше нашего соперника, но реально что-то здесь добиться белыми невозможно. Да, ну все поменяли. Ну я буду на победу играть. Как-то все. Вас ждет еще 2,5 минуты сказочные. Просто волшебные ребята. Энчпель 3 в 3. А я как Карлсон Байвош. Ну к сожалению, здесь вообще нет ни одного плана. То есть даже намек на игру на победу. Ну ладно, ладно. Он говорит, что скучно. Да. Я с ним согласен. Ну всем спасибо за внимание. До новых встреч.